Привет! Здесь карты Таро ответят на такой вопрос, что его держит в этих отношениях. Кстати, здесь вы можете просмотреть как свои отношения, так и отношения других людей. Что его держит в этих отношениях. Ну ему повезло. Если это ваши отношения с ним, это ведь колесо фортуны, он считает, что ему с вами повезло, поэтому он и держится этих отношений. Что его держит в этих отношениях? Чувство везения. Он знает, что только с вами он сможет достичь и финансовых успехов, и бытовых каких-то успехов. Ему с вами комфортно и удобно. Это его и держит в ваших отношениях. Кстати, вот это ваш общий дом. Здесь у меня ничего не бывает случайного, потому что здесь делается магия жизни. Здесь мы смотрим, а жизнь — это сама магия. Это ваш дом. Аллегория, метафора, но всё-таки дом. Может, дом вашей по-другому выглядит, или квартира ваша по-другому, но не в этом дело. Это суть домашний очаг с человеком. Ну а мосты нужно наводить, и берёзы. Это всё берегини, конечно, вашего дома. Я хочу смотреть на этой лужайке прямо перед вашим домом сейчас. Я по магии оказалась у порога вашего дома. Если позволите мне быть вашим консультантом. Кстати, ни за что не нужно платить. Мы посмотрим, что держит мужчина в ваших отношениях. Загадывайте своего короля чаш. Но король чаш — это тот, который любит вас, да? Всегда. Итак, загадывайте своего короля любви. А мы посмотрим, что его держит в этих отношениях. Да, я сделаю диагностику. Давайте подсниму от себя, потому что для вас сделаю. Итак, у нас будет, знаете, где будет он? И вы королева чаш, потому что вы пара. Вы пара. Ну вот, пожалуйста, всё сразу и вышло. Вот здесь уже очень многое видно, да? Очень многое. С одной стороны, мы имеем очень мощную карту, потому что это карта Иерафан, дорогие мои. Ну да, это священие, которое будет вас венчать, если вы ещё не повенчаны. Но какая-то мудрость, какие-то знания, вообще Иерафан традиции. Вообще Иерафант — это же честность в отношениях, да? Что его держит. Ну вы честный человек, преданный ему, конечно. Но это Паш, Паш Пентаклий, поэтому он, конечно, надеется, что с вами он разбогатеет. Он честолюбивый мужчина, он хочет быть богатым. А кто не хочет этого, признайтесь, да? Теперь мы ищем вас. Вернее, вы вот вышли, его ищем. Итак, итак. Ищем теперь его дорогого. Вот он. Вот он, мои дорогие. Это король чаш. Ну и он романтики хочет. Там корабль. Там корабль. Волны любви, конечно. Ну и потом, с одной стороны, луна. Это хорошо, это судьба. Карта судьбы вам суждена быть вместе. С другой стороны, двойка жезлов, он и вы. И это как заговор идет. Благословение, да? Потому что двойка жезлов, это вы равноправные в отношениях. И вы знаете, это если у вас этого нет, так вот это то, что вам поможет. Когда он осознает, что вы равноправные игроки в команде одной в отношениях, да? Это не два я, это мы. Это у нас по двойке. Двойка магическое число любви. Это двойка жезлов. Силу, силу он получает от ваших отношениях. Вы ему даете свою силу, да? Что его держат в этих отношениях? Ну он чувствует силу от вас. Он чувствует силу. Может быть, у кого-то он использует вас. Ну, такая вещь. Мы когда в отношениях, мы всегда друг другом немножко пользуемся. Давайте посмотреть правде в глаза, да? И вы, и он пользуемся друг другом, ну, во благо, да? Если без нахрапа, без спекуляции, без этого, без манипуляций. Но я здесь манипуляций, честно, не вижу. Я вижу, может быть, отношения кармические, потому что Луна иногда показывает сложные кармические отношения, но всё-таки по судьбе. Вам нужно пройти общего очень много вместе. Вам нужно пройти вместе многое. Многое пройти. Вот. И Луна говорит, что вы будете вместе. Это же карта судьбы. Вы друг другу по судьбе. Я здесь вижу и с одной стороны, и с ним, и с вами. У вас, смотрите, с одной стороны у вас младшие арканы, и деньги будут, пусть пока немного, но будут приумножаться. Пажа — это поиск денег. Хлопоты денежные сейчас идут. И у него, и у вас. Силу получите. Как-то вы приспособитесь друг к другу. Где-то, может быть, что-то, какое-то наследство. Ну что-то вот вас примерять будет. Ну а с другой стороны, и у него, и у вас, это же два старших аркана, понимаете? Это не только карта Луна, это тоже Иерофант. Иерофант — это глубоко магическая карта. Это означает, что есть стабильность, есть помощь, есть благополучие, есть то, ради чего человек живёт. Видите, сколько знаний? Книги. Книги — это да, это могут быть кармические долги. Иерофант ведь тоже такая кармическая карта, да? Вместе с Луной особенно. Может быть, узел. Но развязать узел — это значит с друг другом примириться. Всё. И узел развязан, понимаете? Я здесь убираюсь в две карты. Так понятно, что у вас будет мало-помалу деньги, прибавляться и силы будут. Вы друг другу даёте силы по двойке жезлов. У вас, может быть, будет дом где-то. Это карта тоже других стран и народов. Где-то вы расширяться будете или в отпуск поедете. Но как-то вы будете друг друга узнавать. Расширяться в смысле, что в друг друга выходить пространство. И там ваши предки, его предки будут понимать друг друга. Там такое дело. Интересно. Вот мне интересно, что вышли карты, которые показывают, да, может быть, какая-то сила есть кармическая, но это не всегда плохо. Потому что карма — это означает, что вы друг другу предназначены. И эти узлы все, они немножко навязаны нам, да, вот навязаны нам этим ощущением, что где-то негатив, вот это вот всё. Я знаю одно, что карма говорит о том, что вы с ним встретились не случайно. Это всё. Вас свели высшие силы. Итак, что же ещё держит его в этих отношениях? Что же ещё держит, мои дорогие? Ещё больше пространства, позволите мне, да? Вот здесь будут карты. Что ещё держит его в этих отношениях? Две карты. Дьявол, дорогие мои. Смотрите, сколько старших арканов. Какой мощный расклад. Знаете, как вот, когда выложишь какую-то такую очень мощную составляющую атмосферы, вот атмосфера — это то, что вы видите здесь, сеттинг этот, он всегда помогает открыть больше правды, глубже смотрит. И я здесь чётко вижу, что дьявол вышел, мои дорогие. Что держит его в этих отношениях? Какая-то дьявольская сила. Он, знаете, вам приносит и радость, и удовольствие, и в то же время всё прямо противоположное. И напряжение, и страдания, и боли. Вы не всегда ему верите. Он иногда обманывает вас. Но он обманывает, потому что, в общем-то, он чувствует, что вы не потянете всю эту правду, что вы можете испугаться и оставить его. Потому что правда иногда бывает страшная о нём. И он её скрывает. Ну потому что, знаете, если так рассудить, то звезда вы, а он дьявол. Ну как понятен? Вы звезда, а он дьявол. Представляете, сколько у него есть того, что нужно прятать в отношениях. Он боится, что не дотянутся ему до звезды. И он знает, что он и вас приковал на этой цепи. Это рыцарь Пентакли. Карта, в принципе, неплохая. Но именно здесь один тянет, как козёл отпущения, другой едет на нём. Эта карта, в принципе, неплохая. Рыцарь Пентакли — это уже приход денег, это новости хорошие, что будут лучше, стабильнее финансы. Там уже у нас был Паш Пентакли. Говорит, что да, поиск будет работы или поиск денег. Увенчается успехом. Но именно на этой карте показано, что у вас один дающий любовь, другой принимающий. Так бывает часто. 50 на 50 очень мало кого бывает. И, может быть, вы, кстати, не любите его. Если это ваш муж, то вполне возможно дьявол и вот такой козёл отпущения. Вы мужа не любите своего. У вас есть, может, другой любимый. Потому что рыцарь — это может быть другой мужчина. Понимаете? Здесь уже переходит вопрос, знаете, с другой стороны. Что вас держит в этих отношениях? Скорее всего, экономическая зависимость. Вы в этом не виноваты. Так жизнь сложилась, да? Шестёрка Пентакли. Да, вполне возможно. Экономическая зависимость у одного из вас идёт очень сильная. Это и держит в отношениях, да. Слишком много связано. Слишком много есть чего терять. Туз-чаш. Вы бы, если это то, что вы мужа любите, да, ведь разные люди смотрят. Если вы мужа любите, вы у него звезда, то вы бы хотели ради него на всё готовы. Но он тяжёлый человек. И он вот эту планку, которую он поднял с самого начала, то, что вам пообещал, он её не достиг. И ваша любовь, она очень кармическая. Это у вас больше обиды, чем принятие ситуации. У вас очень много обиды связано с этим человеком. Очень много обиды. Ну, это любимейшая карта, конечно. Это очень хорошая карта. Это карта сила, мои дорогие. Карта сила. Так что я вижу, что, понимаете, есть сила. При вашей встрече вам высшие силы дали эти отношения для того, чтобы вы что-то поняли, чтобы вы поняли больше о себе. Всегда мы в отношениях, чтобы понять больше о себе. Карта сила. Посмотрите, звезда, сила, луна. Это очень хорошие старшие арканы. Уже три старших арканы. Говорят, что в отношениях этих есть смысл. Но карта дьявол говорит, что нелегко вам с друг с другом, очень нелегко. Потому что рыцарь меча вмешивается. Это вмешиваются его, родственники ваши. Это негативные люди. Это третьи, так называемые, или даже четвёртые лица. Кто такие четвёртые лица? Это колдуны всевозможные. Может, на мужчине есть какое-то магическое воздействие. Рыцарь меча иногда магическое воздействие показывает. И вот в отношениях его держит то, что он даже их сам заколдовал. Он сказал, что с самого начала он как бы не очень честный был с вами по карте дьявол. И сам эти отношения заколдовал. Что его держит в этих отношениях. Семёрка чаш. У него много иллюзий. Относительно вас. Очень много иллюзий, мои дорогие. Очень и очень много иллюзий. Он многое пообещал и не сделал. Он многое как бы отложил. Долгий ящик на потом. Очень много иллюзий у мужчины относительно отношений. А будет ли у вас совместная жизнь? Будет у вас долгая совместная жизнь или нет? Я возьму две карты, они и покажут нам, дорогие мои. Мы же должны будущее рассмотреть тоже, правильно? Будет ли у вас долгая совместная личная жизнь? Давайте посмотрим. Ну да, конечно, будет. Посмотрите, карта умеренности. Это долгое. Это примирение, если ссоритесь. У вас будет долгая совместная жизнь. Рыба — это деньги и любовь. И вот здесь этот код. Коты же здесь заговоренные все. Вы сами понимаете. Это не просто так все. Этот код выпускает эту рыбу в воду. И там в воде отражается радуга. Это очень хорошая карта умеренности. Это значит, что как бы там ни было, как бы там ни было, слушает ли он маму или бывшую, или у него прорехи в финансах, или у него вредные привычки, или у него очень плохой характер. Потому что я вижу мужчина кармический, сложный мужчина, со сложным характером, с плохой культурой поведения, с плохой культурой общения. Но внутри у него лучше, чем снаружи. Понимаете, вот то, что вы видите снаружи, так как он себя ведет, это вот внутри прямо противоположно. Потому что внутри у него все внимание на ваших отношениях. Это карта умеренности. Это карта внимания на отношениях. Он знает, что самое главное у него вы. Вот несмотря ни на что, мои дорогие. Вот видно это. Как говорится, за что купила, за то и продаю, мои дорогие. Кстати, ничего не продаю. У меня нет раскладов за деньги. Все безоплатно, мои дорогие. Потому что у меня нет никакого такого интереса. Я не делю себя между заказчиками и вами. Нет. У меня нет от этого инфоци. Этого у меня нет. Все, пожалуйста, для вас получите. Получите помощь вселенной. И все это даром. Так что. Здесь даже не нужно было мне ничего говорить. И так все ясно и понятно. Туз, Пентакли. Это что? Но он же надеется. Вот эта арка, понимаете? Он надеется, что там дальше будет прорыв. Что там дальше никто не помешает. Но здесь все четко. Все четко. Да, дом у вас будет общий. Квартира, дом, если еще нет. Если уже есть, так будет шире это все. Расширяться возможность. Почему я говорю, будет расширяться возможность? Потому что он выпускает эту рыбу из аквариума в Большую реку любви. Это будет, может быть, со временем больше дом или больше квартира. Вот увидите. Напишите мне в комментариях через пару лет. Еще две карты, пожалуйста. Советы. Будьте любезны. Советы, мои дорогие. Ему и вам. Это ему, а это вам. Но он же квантово все равно смотрит, чувствует. Итак, ему совет. Будь рыцарем. Из Пажа превратись в рыцарь. Вот это вот Пажа уже, кстати, выходил один раз. При диагностике, если вы помните. Это очень важно. Будь, наконец, рыцарем вырасти из маленьких коротких штанишек. Перестань быть мальчиком, который обижается. Понимаете, он иногда даже не обижается. Он иногда сделает вид, что обиделся. Чтоб его оставили в покое. Ленивый на общение. Каждое слово у него это пуд золота. Ленивый на общение. Не умеет общаться. Избегание. Вот это все Паж. Паж Пентакли. Говорит, отстань, я на работу. Я работаю. На самом деле, нет. Он к гаджету или там еще что-то. Но я не вижу здесь другой женщины. Но ему нужно вырасти. Стать, наконец, взрослым человеком. Испожа превратится в рыцаря. Хотя бы. Уже не говоря о короле. Деньги нужно уметь зарабатывать. И там, где зарабатывают деньги, это одно. А отношение совсем другое. Нужно уметь переключаться. Он переключаться не умеет. Понимаете? Не умеет. Вот здесь ему так совет такой. Умей переключаться. Умей ценить, кто рядом с тобой. Вам. Вы оба, пожалуй. Извините, конечно. Вы два сапога пары. Не зря я бы здесь сказала. Некоторые смотрят кого. Вы мужа своего не любите. Вас свела судьба. Может, не было другого претендента. Понимаете? В вашем городе, районе, селении. Такое бывает очень часто. А нам же, девочки, надо замуж. Нужно продлевать род. У нас вот этот зоб предков, зоб крови. Что нужно родить детей и так далее. Вы, некоторые из вас, мужа, не любите. Потому что вы изначале знали, что вы достойны большего, лучшего. Вы изначально знали, что он ниже вас. Или по уму, или по образованию. Или вообще ниже. По культуре и поведению. Вы знали это. Вы чувствовали. У вас было это десятое чувство. Но вы не послушались этот голос. Потому что подружки вышли замуж. Это некоторые только, мои дорогие, из вас. Не все. Но у некоторых так. Почему я так говорю? Ну, потому что вы и он держитесь за эти отношения. И не за что держаться. Но, знаете, уже путь соли с друг другом съели. Куда денешься, да? Что его держит? То же, что и у вас, мои дорогие. У некоторых проиграйся так. Не обижайтесь, пожалуйста. Так показывают карты, что я могу сделать. Два пажа. Пажа жезлов. И у вас, как пустыня вместе с этим мужчиной. Вы знаете наперед, что он скажет, что он сделает. И с годами, вы думаете, будет лучше, но лучше не остановится. Потому что его держит дьявол. Он внутри имеет к вам любовь. Он имеет к вам любовь. Вы к нему, может, привыкли, может быть. А может, еще до сих пор не привыкли. Вот одна составляющая вас привыкла к нему, а другая не. Другая до сих пор сопротивляется. Понимаете? Вполне возможно такое. Но вот здесь мужчина и вы, это два пажа. Вы и он ищите. Вы ищите. У вас как бы на 50, на 50. И вы и он хотите оставить, остаться в отношениях. И в то же время видите, что сколько несовпадений. Но несовпадений есть у всех. Знаете, вот как из этой песни, там правильно сделано. Как это часто не совпадает. Но вот это такая грустная, это пессимистическая песня. Она не открыла саму суть. Нет людей, которые совпадают по 100%. Потому что мы не квадратные. И мы не линии. Мы не можем вот так жить. Мы круги. Поэтому по кругу мы где-то, знаете, как два круга. Они где-то соприкасаются. А 360 градусов по кругу. 359 градусов не совпадают у всех пар. И только один градус совпадает. Но этот один градус, это должна быть любовь, которая стерпит всё. И он, и вы это понимаете. Поэтому у вас есть будущее в этих отношениях. И вы держите за него, и он держится за вас. Всё, карты открыли. Вполне возможно, что такова Салявит. Другими словами, карма. Но и он, и вы держитесь за эти отношения. Поэтому я вижу, что продолжение будет. Вы очень похожи друг на друга. Несмотря на все ваши разности. Да. 359 разностей у всех пар. И одно только совпадение. А бывают пары, что ни одного совпадения нет. Но у вас есть это одно совпадение. Вы здесь оба на цепи, видите. Вы здесь оба на цепи. Да. Вы оба на цепи. Что такое дьявол? Это перевёрнутая пентаграмма. Если мы смотрим прямая пентаграмма, она вот такая. Это же магический знак любви. Пентаграмма правильная. Как октября-то не зря население пентаграмма у нас. Это значит голова, руки и ноги. Голова думает, а потом руки делают, и ноги идут. А перевёрнутая пентаграмма — это дьявол. Потому что когда вы ссоритесь, это дьявол вами и им управляет. Вы уж извините, мои дорогие. Я говорю, как есть всегда. Понимаете? Всегда. Как карты показывают, так и говорю. И отношения — это как вода. Течёт вода, да? Поэтому вот сегодня так, что покажет следующее видео, мы посмотрим. Главное, чтобы получить совет. Рекомендации здесь — расслабиться, добыть этой водой гибкой. А вообще женщине свойственна гибкость. Это же мужчине не свойственна гибкость. Поэтому мужчине так тяжело жить на свете. Такая вещь, дорогие мои. Так что и он, и вы держитесь. Нужно отпустить. Вот по этой карте умеренность. Просто отпустить это всё, что было между вами не так. Отпустить это всё. Дать ему плыть. И тогда вы назад приплывёте. Эти ручейки приплывут друг к другу. Вот я знаю, что вы должны, вот если правильно, но сами себе должны, никому не должны ничего. Сами себе должны выбрать из этого видео, как по ниточке, то, что с вами резонирует, и вы поймёте, что вам делать. И совпадёт всё. И эта ниточка, она сложится вместе вот в общую картину счастья. Это вам гарантируется, мои дорогие. Сила. Ваши отношения — это сила. Так что всё будет хорошо. Я вижу здесь примирение. Вот голубь, пожалуйста. Будьте любезны, обратите внимание, какая вы красавица пантера, да, звезда. Он вас ценит, он вас уважает, даже если не говорит об этом. Вы звезда для него. Вот, со своей стороны, кто не знает, скажу я, Лена, Ванкувер, Канада. Раньше не говорила, откуда я, как бы стеснялась. О чём мне стесняться? Это уже говорит обо мне, откуда я. Как все, знаете, есть такое выражение, откуда ты, из какого села. Вот я из Ванкувера, из такого села. А из какого села вы? Пишите в своих комментариях. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Вот заговоренный расклад. Вот, пожалуйста, вы, пара, и дом ваш общий, домашние очаги, красота какая здесь, да. И пусть всё у вас будет хорошо, замечательно. Медвежьи обнимашки с любовью к вам. Смотрите, пожалуйста, другие расклады. Там будет много другого чего открываться. И знаете, не зацикливаемся ни на чём. Мы знаем, что всё будет хорошо, всё будет замечательно. Пока-пока, мои дорогие, и до новых встреч.